Продолжение следует... Продолжение следует... В зависимости от того, на какую согласную заканчивается слово. Ну, к примеру, слово проверять чек, получается прошедшая форма checked, потому что чек заканчивается на глухую согласную. Например, слово love, в звонкие согласные любить loved, любил прошедшее время. Ну и wait ждал, waited, waited прошедшая форма, потому что wait заканчивается на буковку т. И нам неудобно произносить waited, поэтому мы говорим waited. Чтобы состроить предложение, на самом деле, не нужно очень много мозгов, нужно всего лишь взять подлежащее, сказуемое, второстепенное, начальное предложение. Например, я любил тебя. I loved you. Все очень просто. Так же, как мы составляли обычное предложение, теперь мы составляем предложение в прошедшем времени. Разница только, глагол имеет другое окончание. I loved you. А я проверила вашу домашнюю работу. I checked your homework. Ну и 10 лет назад, может быть, я ненавидел плавать, а сейчас я люблю. Ten years ago I hated swimming. Now I love swimming. I love swimming very much. But I hated swimming ten years ago. Ну надо же потренироваться сначала, перед тем, как возьмем новую тему. О, например, я приготовил прекрасный обед. Готовить кук. Значит, прошедшая форма cooked. I cooked a fantastic dinner. Путешествовать будет travel. Прошлым летом я путешествовал в Испании. Well, last summer I traveled in Spain. Yay! I traveled in Spain last summer. Он ее поцеловал. Целовать будет kiss. Значит, прошедшая форма kissed. He kissed her. He kissed her. O-M-G. И он ее пригласил в кино. And he invited her to the cinema. В общем-то, все очень просто. Если вы знаете, что глагол правильный, вы прибавляете к нему окончание "-иди". Мы с вами будем разбирать неправильные глаголы, но сегодня у нас другая тема. Как задать вопрос в прошедшем времени? Нужно ли прибавлять какие-либо окончания? Сложнее ли прошедшее время, чем настоящее? На все эти вопросы вам сегодня ответит Ира. Ну, давайте для начала вспомним, как мы вообще умеем задавать вопросы. А мы умеем задавать вопросы в настоящем времени. И мы используем для этого вспомогательный глагол do. Ты любишь меня, дорогой? Короче, мы задавали вопросы при помощи слова do. Теперь мы с вами будем задавать вопросы в прошедшем времени. И чтобы задать вопросы в прошедшем времени, нужно do поменять на did. И все остальное оставить, как было. Did you have a boyfriend? Did you watch my videos? Did you study English yesterday? Did you like my videos? А ты поставил лайк на моем видео? Did you like my video? Ммм? Yesterday. Вот так образуется прошедшее время. А вы-то думали, сложно будет. Я вообще поражаюсь, почему вы до сих пор не выучили английский. Потому что для того, чтобы образовать в прошедшее время, нужно теперь вместо слова do поставить слово did и все оставить, как прежде. Do you like me? Did you like me? Do you watch my videos? Did you watch my videos? Do you have a boyfriend? У тебя есть парень? Did you have a boyfriend? У тебя был парень? Ах, да. Пока не забыла, вы обязательно должны употреблять слова, которые показывают прошедшее время. Например, слово yesterday. Last summer. A week ago. The day before yesterday. In 2012. В 2012 году. В прошлом году. In 2012. Итак, напоминаю, для того, чтобы построить предложение в прошедшем времени, нужно поставить вспомогательный глагол did. Теперь вместо do мы ставим теперь did вспомогательный глагол. Подлежащее, сказуемое и второстепенные члены предложения. Например, ты проверила мою домашнюю работу? Did you check my homework? Ну, а в ответе я уже скажу. I checked your homework. Я проверила и поставлю окончание иди. Это и будет показывать то, что я говорю о прошедшем времени, то, что я сделала это в прошлом. So, did you check my homework? I checked your homework. Ты приготовила завтрак? Did you cook breakfast? Well, yeah. I cooked breakfast. Ты вчера гуляла с Полом? Did you walk with Paul yesterday? Yes, I did. I walked with Paul yesterday. Как и в настоящем времени, в прошедшем тоже есть краткие ответы. Например, yes, I did. Да. Или просто I did. Либо можно сказать просто слово yes. Либо повторить полностью все предложение. I walked with Paul yesterday. А ты в Турции путешествовала в прошлом году? Did you travel in Turkey last year? Yes, I did. I traveled in Turkey, in Egypt, in Europe last year. Did you watch that movie? А ты смотрела этот фильм? Did you watch that movie? Yes, I watched that movie. Да, я смотрела. Yes, I did. I watched that movie. Oh, my God. I watched that movie. Oh, the movie sucked. Так, всем, кому меньше 16 лет, закрыли ушки, потому что слово suck, отстой. И это глагол. И значит, слово suck можно сказать в прошедшем времени. Sucked. The movie sucked. I watched that movie, and the movie sucked. Did you listen to that song? Oh, I listened to that song, and the song sucked. Did you clean the floor? I did. I cleaned the floor. Did you wash my dress? Of course I did. I washed your dress. Hey, did you water the plant? I watered the plant. Ну что, дорогие мои, надеюсь, было понятно, как образовывать вопросы в прошедшем времени. Если вы умеете, хорошо умеете образовывать вопросы в настоящем времени, то никакого труда и не составит образовать вопросы в прошедшем. Вместо do просто ставите слово did. Это вспомогательный глагол, он никак не переводится. Еще раз напоминаю, чтобы образовать вопрос в прошедшем времени, нужно на первое место поставить слово did. На второе место подлежащее, а потом сказуемые второстепенные члены предложения. Did you watch the movie? Прошедший вспомогательный глагол did используется при любом местоимении существительном. Did you, did she, did we, did he, did they? И так далее. Did you mom, did you brother, did you friend, did you parents? И так далее. Ну и напоследок я хочу напомнить вам, что есть слова, которые показывают прошедшее время. Давайте мы их вспомним. Как будет слово вчера? Называем мне. Говори. А то все время я болтаю, когда болтать будешь ты. И желательно на английском. Итак, как будет слово вчера? Yesterday. Как будет слово позавчера? Что тебе там время подумать? На прошлой неделе. Last week. В прошлом году. Last year. Месяц назад. A month ago. В 1991 году. In 1991. Ну что, дорогие мои, надеюсь, вы поняли, как образовывать вопросы в прошедшем времени. И если у вас остались какие-то вопросы или непонятные моменты, пишите, пожалуйста, их в комментариях. Здесь внизу я обязательно отвечу. Кроме того, не забываю подписываться на мой канал, потому что именно здесь находятся все видеоролики. Я, конечно, не знаю, где вы смотрите мои видеоролики в ВКонтакте, в Одноклассниках, но точно знайте, что на Ютубе они находятся все на моем канале. Вам нужно просто нажать кнопочку вот здесь вот сверху. Хотите подружиться со мной ВКонтакте? Вот ссылка на ВКонтакте. And then, я, конечно, не забываю подписываться на мой канал. Go, went, gone, идти. Come, came, come, приходить. Sit, sat, sat, сидеть. Stand, stood, stood, стоять. Run, ran, run, бежать. Speak, spoke, spoken, галень. eat, eat, eaten, есть, кушать, read, read, читать, write, wrote, written, писать, sing, sang, sung, петь, buy, bought, bought, покупать, bring, brought, brought, приносить, have, had, had, иметь, take, took, taken, брать, give, gave, given, давать, see, saw, seen, видеть, draw, drew, drone, рисовать, swim, swam, swam, плавать, drink, drank, drunk, пить, make, made, made, делать, производить, создавать, learn, learnt, learnt, учить, say, said, said, сказать, заявить, get, got, got, получать, становиться, get, got, got a good einz, fruit idea, get, got, get, got, 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 Продолжение следует... 15 часов ровно. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...